Всем привет, мои хорошие! С вами Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня ваша любимая рубрика фастфуд вместе с домашней едой и моя тоже. Кстати, мне очень нравится такое сочетание. Я сейчас смотрю на себя в камере и такое ощущение, что я просто сижу голая. Ребята, я не голая, это просто кофточка такая, там с открытыми плечами, как я люблю. На улице потрясающая погода и прям настроение поднимается. Сегодня встретимся с подругой. Пюре что у меня здесь? Почему я решила сегодня приготовить пюре? Во-первых, легко. Просто взял, свалил и готово. Здесь яички. А во-вторых, у меня никогда на канале не было пюре. А я его очень люблю. Мы в детстве постоянно кушали это пюре. И даже мама делала котлетки из этого пюре. Вот. Сегодня приехала мамочка, наконец-то. Я просто настолько рада, что она приехала. Это просто не передать словами. Вот. Причем она приехала настолько рано. Где-то в 11 утра. Это у нас Киевсе. Стрипсы, по-моему, да? В общем, у меня с мамой очень близкие отношения. Она самая лучшая моя подруга. Всегда может дать дельный совет. Всегда в чем-то подсказать. Мне часто спрашивают, часто ли я ругаюсь с мамой. И вы знаете, раньше действительно часто ругались, но сейчас практически нет. То есть какие-то моменты, где наши мнения не сходятся. У меня здесь срок. Мама прям сегодня привезла домашний сыр. Потом яйца. Тоже домашние. Я люблю меня домашние. Обычно мы с мамой не то, чтобы прям ругаемся, но у нас бывает недопонимание из-за каких-то моментов в одежде. Не то, что я одеваюсь как-то открыто, ей это не нравится. Он очень современный человек. Ей наоборот, не нравится, когда я одеваю какие-то длинные юбки. Она говорит, что я выгляжу как женщина. Но есть такой момент, где мы очень-очень разные. Я люблю какие-то подростковые вещи. Вообще, например, я не вижу ничего плохого, если, например, надеть юбку с Микки Маусами. А мама считает, что это мне не по возрасту. Или, например, какой-то рюкзачочек. Я люблю портфели. Что здесь такого? Мама считает, что это просто ужасно. То есть мне же не 13 лет. Зачем мне покупать портфель? И в этом мы реально с мамой очень разные. И вы знаете, проходит год, и я никак не могу маме объяснить, что мама, я не пенсионер. Ну и что, что мне... 20 лет с хвостиком. Это же не значит, что я не могу одеть, например, какую-то футболку, не знаю, с Микки Маусом или так далее. Маме нравится стиль одежды. Как у Елены 8-6-4, что ли. Кто смотрит этого блогера, ставьте лайк. Вот мама обожает такой стиль. Вот когда девушка так одета в классике. На кубуках. Ну, блин, Лена старше меня. Ей где-то около 30, мне кажется. Может, даже больше. И мне на самом деле этот стиль, он... Господи, какой острый здесь соус. Вообще. У меня этот стиль в одежде он вообще не близок. И одно дело, знаете, я одеваюсь, мама в это не вмешивается. Одевайте как хочешь и так далее. У меня мама не такой человек, она любит вмешиваться. Любит давать советы. В каких-то вещах я, например, целиком и полностью согласна с мамой. Например, она говорит, что носи какие-то вещи облегающие. Балахонистое тебе не идет. И я здесь согласна с ней. Даже в подростковом периоде мы конкретно с мамой ссорились из-за таких моментов. Когда мама мне, например, говорит, эта вещь тебе не подходит, она какая-то дурацкая, в результате я ее ни разу и не ношу. Был один пиджак, я купила его, пришла домой. Мама сказала, что вообще ужасный. Просто ужас. А по идее, пиджак мне очень нравился. После этих слов моей мамы я решила, что этот пиджак носить не буду. Как же вкусно сочетание фастфуда и домашней еды. Еще здесь сыр этот. яйца деревенские, желтые. Это как бабушка один раз сказала, я думала, говорит, яйца, которые вы покупаете в магазинах, их тело и не курица. Мне реально так смешно было. Я говорю, откуда они тогда берутся? Ну, я думала, говорит, это специальные какие-то типа яиц изделия. я говорю, да нет. Здесь тоже участвовала курица. После того, как у моей мамы появился профиль в инстаграме, я ее подписала на Марию Уэй и на других блогеров. Она немножко изменилась, но так, в общем и целом, всегда у нас были недопонимания. И опять же, вот сейчас многие могут подумать, что я что-то там откровенное хочу одеть, а мама не разрешает. Да нет. Мама вмешивается, например. Да нет. Дело в том, что у нас просто разный стиль, так можно сказать, разный взгляд на красивом. я, например, очень давно хочу клеить эту юбочку, знаете, как под тип школьной, да? Но не беру ее. Очень хочу. Клеить эту юбочку, кроссовки, рюкзак, не знаю, и просто две косички сделать и побежала гулять. может, действительно не по возрасту, но хочется. Просто хочется. Когда я работала помощником-директором, мне обязательно нужно было носить строгое что-то, Либо это костюм, либо брючный, либо с юбкой. И выглядеть нужно было так более-менее презентабельно, да? То есть не было особой такой формы, но при твоем виде должно быть видно, что ты помощник-директор, да? Такая строгая, в очках полусобранная. То есть особого такого, знаете, прямо дресс-кода не было, но человек, который приходит к вам жаловаться, например, на свою технику или на еще что-то, да? Он должен чувствовать, что он пришел не просто, знаете, в какой-то магазинчик, а в крупную сеть. В чем-то я согласна. Как же вкусно, ребята. Я прям руками. Люблю кушать руками. Так вкусно. Вчера выложила фотографию. Вообще у меня часто такое бывает, знаете, я выкладываю фотографию и думаю, ура, новая фотография, какая она классная, действительно, она мне очень нравится. Выложила. Прошло минут 15, так я думаю, не, я здесь выгляжу как чмо. Проходит еще денек, открываю дарект, читаю сообщения и там человек 5-7 написал, слушай, как ты здесь как чмо. Я такая думаю, смотрю на фотографию и думаю, нереально как чмо. Нужно удалить. И удаляю, но это не совсем правильно. Очень часто бывает такое, что я в ленту, в инстаграм выкладываю фотографию, а потом думаю, не, я здесь что-то, какая-то страшная, какая-то я здесь неестественная или какая-то фотография, знаете, мутная. Не очень. Надо удалить. Кстати, насчет рецепта лазани. Все просто спрашивают, когда будет рецепт лазани. Дело в том, что на iCook я еще это видео не выложила, просто потому, что мама должна прийти и проверить, нравится ли ей все или нет. А мама уже сегодня приехала. Думаю, что скорее всего сегодня смонтирую и выложу. Но это не точно. Вроде обычная курочка, но в Киевсе она особенно вкусная. Когда ты кушаешь ее без домашней какой-то еды, или, например, огурчика не хватает, или вот что-то такое, что не относится к фастфуду. Так я не очень люблю. А вот такое сочетание. Давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы мне задаете в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь, потому что я сегодня выложила очень классное видео. Завтра тоже. Будет видео с роллами. Но, знаете, не то, что прям мукбанг, а просто такое смешное видео. Ну, я не знаю, мне смешно. Может быть, вам не будет смешно. Я в последнее время стараюсь для инстаграма тоже что-то снимать, знаете, по возможности, когда время есть, когда вдохновение есть. Вот на мукбанге у меня всегда есть вдохновение. А вот видео для инстаграма нет. Это, знаете, приходит-уходит, так скажем, когда бывает, когда нет. Давно не укушала пюре. Мне прям пюре напоминает детство. Вот интересный вопрос. Ниже какой зарплаты ты работать не станешь? Вопрос задает Ирен. Ирен, тебе огромнейший привет. Впервые вижу такой вопрос на своем канале и даже самой стало интересно порассуждать на эту тему. буквально год назад, даже меньше, когда я закончила университет, я была готова даже бесплатно работать. Сейчас я бы не стала работать бесплатно. Реально. Потому что опыт и все такое, это, конечно, хорошо, но главный мотиватор все-таки на работе это заработная плата. На мой взгляд. Если вы не даете своему работнику должную заработную плату, вы должны быть готовы к тому, что ваш работник пойдет работать в другую какую-то компанию. У нас на работе такой случай был. в строительной компании Еводе девочка HR. У нее была очень маленькая зарплата, действительно, очень маленькая. И она просила на повышение зарплаты, не то, что повышение должности, там должность повышать некуда просто, потому что HR особо такое значение не придавалось, потому что строительная компания здесь не так много уж кадров, да. Ну, в общем, и она хотела, чтобы ей повысили зарплату и ненамного, да, где-то около, ну, 8 тысяч, чтобы ей повысили. ей сначала говорили, да, мы повысим и так далее, потом через 3-4 месяца. Вообще, ничего не говорили на эту тему, говорили, рассмотрим, посмотрим, видно будет, работает пока что. ненамного, на 8 тысяч всего, даже и то меньше. А девушка, на самом деле, очень много работала, она выполняла работу, можно сказать, за двух работников. То есть, любой новенький, который придет на ее должность, он один не справится, реально, нужно будет два человека брать. Она уже во всем разбирается, такая умная, шустрая. ответственная. Ей сказали, извини, в конце на данной должности выше этого зарплата мы повысить не можем. Не то, что на 8 тысяч, на 4 тысячи даже не можем. Вот. И она взяла и ушла. Прямо в тот же день она написала заявление и через 14 дней, и за эти 14 дней она уже нашла другую работу в более, знаете, такой большой компании, где HR, вот действительно, и у HR был отдельный свой отдел. Вот. И получается, мы дальше там работаем, взяли новенькую девочку, которая нигде, ни в чем не разбирается. Работы просто завал. эта девочка, которая приходит работать на эту зарплату, она в основном без опыта работы, потому что опытом работы на эту зарплату не придет работать. Опять же. В общем, обучили они эту новенькую девочку и в результате что? В результате взяли еще одну девочку и получается, что они платят зарплату двум работникам. А если бы другой девочке просто повысили зарплату всего на 8 тысяч, то она бы осталась потом работать и работала бы долго. И все бы было замечательно и голова бы не болела. Я считаю, что когда вы устраиваетесь на работу, обязательно нужно уточнять, вашу зарплату. И это не стыдно сказать, что знаете, на эту зарплату я не согласна. Это то же самое у нас была знакомая. Она пошла на собеседование и ей сказали, что ты будешь зарабатывать 700. Она сказала, что ниже 1000 я работать не буду. Они сказали, на эту вакансию у нас 700. Она сказала, ну тогда вы мне не подходите. и они начали, вот со временем потом у тебя увеличится зарплата и так далее. Она сказала, нет, мне нужно сейчас. На что ей сказали, а ты же до этого 5 лет работала вообще за мизерную зарплату. И она сказала, вот я работала 5 лет на мизерную зарплату, чтобы набраться опыта и прийти сюда и сказать вам, что ниже вот этой вот стоимости я работать не буду. И что вы думаете? Ту сумму, которую она хотела, она получила и получила эту должность. А все почему? Потому что у меня был опыт работы. Большой опыт работы. 5 лет в бухгалтерии. Я считаю, что это правильно. Человек не должен обесценивать свой труд. Следующий интересный вопрос. Сколько лет твоему телефону? Я, честно, всегда вдохновляюсь людьми, которые пользуются одними и тем же телефоном на протяжении, например, трех-четырех лет. Вот у меня подруга Шелли так. У нее такие классные фотографии. Хотя снимает она их на айфон пятый. И он достаточно давно у нее. Так аккуратненько она им пользуется. Реально, да? Вот сколько лет с одним и тем же телефоном. И дело тут не в деньгах. Она просто не считает нужным тратить большие деньги на телефон. Что-то лишние понты. Зачем это надо? Последний. Сделаем из него вот такой бутер. Моему телефону, кстати, нет еще года. Но я уже задумаюсь о том, что можно его поменять. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Пока. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там видюшки.